Новости на Дону 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 повсеместно, как на любых континентах, кроме Антарктиды. И вызывает заболевания как у человека, как у животного, так и у человека. Ежегодно в мире от бешенства погибает более 55 тысяч человек. В Ростовской области последние случаи были зарегистрированы в 2006 и 2007 годах в Целинском районе. Из-за позднего обращения к врачам оба случая закончились летальным исходом. 28 сентября в мире отмечают День борьбы с бешенством. Дата приурочена ко дню памяти французского микробиолога Луи Пастера, который создал вакцину против бешенства. Комплексная застройка Ростова – тяжелый процесс, но необходимый для развития города. Последние несколько лет Донская столица в числе лучших регионов по вводу нового жилья. Такие темпы стали набирать за счет строительства крупных жилых центров в спальных районах города, рассказал в эфире «ФМ на Дону» гендиректор Южного научно-исследовательского института градостроительства Дмитрий Павленко. Точечная застройка, особенно мы видели центр нашего города, результаты длительной застройки точками, на некоторые части города уже без слез не взглянешь. Будем считать, что это атовизмы прошлого. Сегодня как бы так ситуация складывается, что уровня внимания к градостроительной документации, к генеральному плану, к развитию агломерации, к развитию Ростова как мегаполиса, как областные власти, так и городские, развернулись очень активно. По словам Дмитрия Павленко, Ростов и соседние города уже давно начали обговаривать застройку и развитие смежных территорий. Но юридически заниматься этим вопросом стали недавно. Сейчас проект ростовской агломерации находится на рассмотрении регионального парламента. К 2034-му в состав Большого Ростова войдут Батайск, Аксай, Азов, Шахты и Таганрог. Преподаватель из Новочеркасского колледжа промышленных технологий завоевал серебряную медаль на Всероссийском чемпионате рабочих профессий. Он проводится по стандартам WorldSkills – навыки мудрых. И впервые в России чемпионат был проведен среди специалистов возрастной категории 50+. Основная цель – показать профессиональное долголетие и конкурентную способность специалистов этой возрастной категории. Новочеркасец Виктор Чеботарь занял второе место в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование воздуха». По его словам, на задание участникам отводилось 8 часов. Задание у участников было изготовить элемент холодильной машины, холодильной установки. Затем ее включить в состав холодильной установки и выполнить все пусконаладочные работы, то есть ее заправить, выполнить электромонтажные работы, то есть подключить к электросети и настроить программу работы и получить эффект. Установка называется, ну, как прототип ледового катка. Всего соревнования проходили по 26 компетенциям WorldSkills. Своё мастерство показали более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет. В компетенции «Холодильной техники» соревновались 5 специалистов. Кроме новочеркасца были представители Екатеринбурга, Ульяновской области и двое из Москвы. По словам Дончанина, обстановка была дружелюбной. Добавлю, что Виктору Чеботарю 65 лет. Профессиональные циклы по «Холодильной технике» в Новочеркасском колледже он преподает с 1976 года. Учитель физики Дарья Рогова представляет Ростовскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года». Он стартовал в Санкт-Петербурге. За звание лучшего педагога борются 85 человек, в том числе 32 мужчины. На первом этапе учителям нужно рассказать о себе и своих методиках, ответить на вопросы жюри и провести урок. 15 лауреатов дадут мастер-классы и создадут проект в команде. Из них выберут пятерку самых сильных педагогов. Два года назад в нее вошел учитель русского языка и литературы из 11-го лицея Андрей Барашев. Дарья Рогова преподает физику в 49-й ростовской школе. Ее учительский стаж – 5 лет. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Эти и другие новости читайте, слушайте и смотрите на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове и Таганроге ночью от плюс 7 до плюс 4 градусов переменной облачности без осадков. В Волгодонске ремонт нам плюс 8, плюс 6. В Белой, Калитве и Шахтах от плюс 5 до плюс 3. В Чертковой и Вешенской от плюс 1 до минус 1 градуса переменной облачности без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду. И о маленькой погоде в хуторе Веслагузов, что в Боковском районе Ростовской области ночью ясно и без осадков. На термометре от плюс 4 до плюс 3 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Ветер западный 2 метра в секунду.